Природный автотуризм и дайвинг на Белом море. Развитие этих и других туристических направлений. Временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков обсудил сегодня на встрече с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым. Московский гость проведет в Карелии два дня. В планах федерального чиновника посещение популярных туробъектов и проверка работ по строительству дорог к ним. Карелия может увеличить поток туристов в разы. В этом поможет участие республики в федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма. В Карелию приходят федеральные бюджетные денежные средства. В прошлом году было перечислено 58 миллионов рублей. В этом году 130 миллионов рублей. Планируется перечисление в следующем году, в 2018, 270 миллионов рублей. Одним из приоритетных направлений в развитии туристической отрасли Карелии станет автотуризм. Мы хотели бы через создание системы автокемпинга в Карелию, чтобы большой поток европейских автотуристов приезжал бы в Карелию, тем самым, ну, конечно, содействовал развитию экономики и социальной сферы республики. Автотуризм невозможен без хороших дорог. Именно поэтому важна реконструкция подъездных путей к туробъектам. В ближайшие два дня глава Ростуризма лично проверит, как ведется строительство дороги к водопадам Белые мосты в Петкеранском районе. Она позволит увеличить количество туристов на этом объекте в 10 раз – до 100 тысяч человек. Путь к парку Рускеала в Сартовальском районе также планируют преобразить до сентября. В результате реконструкции дорога получит асфальтовое покрытие, освещение и парковку на 800 машин. Это даст парку возможность увеличить турпоток до 400 тысяч человек. В планах правительства республики развитие туризма не только в Северном Приладожье. Путешественникам будет интересен и север Карелии. Например, Белое море может стать популярным местом для дайверов.